с булавами. Майя Зайнулина из Казахстана. Майя тоже иногда приезжает тренироваться к нам в Новогорск, в Подмосковье. Смотрит, учится у наших гимнасток, чему может. Майя Зайнулина из Казахстана. Тоже ошибка. Молодец, неплохо выполнила. Четыре вертолета. В общем, достаточно чистенько работает ножками. Получила Майя Зайнулина порцию зрительской любви, аплодисменты. Я думаю, что было за что ее похвалить, правда? Да, конечно. Каждая гимнастка, я считаю, достойна аплодисментов, потому что трудится все очень много. Оценка китаянки 13,675 балла. И еще одна представительница Китая. Майя Зайнулина. Майя Зайнулина. Майя Зайнулина. Тоже стараются гимнастки Китая перебрать многое от российской школы. Стараются делать элементы те же, что и наши первые звезды. Это версия Синаи Оли Капранова. Вот ошибка. Далекий бросок. А ловли за пределами ковра, насколько сильно и серьезно она оказывается? Если вышла гимнастка за ковер, это 2 десятых. Если и предмет вышел за ковер, 2 десятых. А если и гимнастка, и предмет, то 4 десятых соответственно. То это беда. Еще, конечно, пока она бегает за ковер, она может пропустить какие-то элементы. Поэтому очень много можно потерять на этом. Не очень удачно закончила упражнение. Майя Зайнулина, Казахстан. 14,85 балла. Упражнение с булавами. Алия Юсупова тоже из Казахстана. Для тех, кто, возможно, только сейчас включил телеканал «Спорт Планета» и смотрит соревнования универсиады, сообщу, что Алия Юсупова получила за упражнение с лентой 16,225 балла. У Алии для гимнастики просто шикарные данные. Она очень гибкая, пластичная, очень интересная гимнастка. Также очень широко двигается по площадке, смело выполняет упражнение. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Прекрасно Алия выполняет повороты, практически не сходя с места. Да, действительно, смело. Курьянка на ковре. Вот ошибка отцепления ленты за ногу. Сейчас опять она наступила на ленту. Ну вот, неудача. Должна была она выбросить ленту на повороте. Но она зацепилась за палец, накрутилась, и ничего не вышло. Очень внимательным надо быть с лентой. В общем-то, как и с любым предметом. И тут просто предметы очень длинные. Снова было касание ранней щиколотки, ленточка немножечко зацепилась за ногу. Рассыпалось упражнение. Ей канха. Булавы у нее были гораздо более убедительными. За них, кстати, она получила 15,2 балла. Повторяю, это я неудачи. Алия Юсукова. Ее оценка 17,15 балла. Ну, достойная оценка, да? Да, вполне. Мичела Мичикова. Таким задорным настроением начала она делать упражнения. Хотя это уже последний вид программы, и по идее все девочки уже устали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, выполнила упражнение плохо, без особых видимых ошибок. Соревнования приближаются к концу. Еще мы увидим буквально считанные выступления гимнасток, и среди них выступления сильнейших гимнасток Украины Наталья Гадунко и Анны Бессоновой. И, безусловно, они могут повлиять на расстановку мест в каждом виде и в результате на конечные результаты многоборья. Итак, Наталья Гадунко... Итак, Наталья Гадунко... Прекрасный темп выполнения фута. Вот перед поворотом задним с пола она очень широко расставляет ноги. Это тоже считается ошибкой. Прыжки шагом... Да, это Наташа дается очень хорошо. Не торопись. Не торопись. Так и хочется сказать, не торопись. Да, вот такое ощущение, что она, еще не докрутив, уже опускает пятку, торопится. Вот здесь поворотом тоже не очень получилось. Хочу немножко покаяться во время комментария чемпионата Европы из Баку. Мы с моим сакомментатором Вероникой Шатковой, хореографом сборной России, немного покритиковали расцветку ленты в этом упражнении. Она была такая же, как шмелия. Черная с желтым. И нам казалось, что это не совсем подходит к купальнику. Вот смотрите, какая теперь замечательная лента у Натальи Гудунко. Да, разноцветная.